Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Анастасия Трухнова. Как всегда в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Белтелеком на связи с миром. Секреты успеха лидирующей компании на рынке оказания информационных и телекоммуникационных услуг. Бывших десантников не бывает. Брещина с размахом отметила День военно-десантных войск и сил специальных операций. Отдыхать некогда, работа и активная жизнь прежде всего. Ветераны московской организации провели благотворительную акцию в санатории Белая Вежа. Первые тысячники Брещины. Высокое звание присвоено в этом году экипажу комбайнеров Открытого акционерного общества Комаровка Брестского района Александру Ющуку и Сергею Москалюку. Артист, музыкант, продюсер, шоумен Георгий Волчек. Творческий портрет нашего земляка. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас и не только о них. 2013 год богат на знаковые события и даты. Совсем недавно брещане отметили 994 день рождения родного города и 69 годовщину освобождения. Принимали поздравления московские и ленинские районы Бреста, а в мае прошло чествование лучших предприятий и выдающихся деятелей нашего края. Брестский филиал республиканского унитарного предприятия Белтелеком уже традиционно среди награжденных и принимающих поздравления. О том, что помогает компании держать высокую планку, а также о планах на будущее, наш следующий материал. Зачастую, набирая несколько телефонных цифр, человек не задумывается, какая работа стоит за тем, чтобы он мог услышать ответ на другом конце провода. Чего нельзя сказать о сотрудниках Брестского филиала республиканского унитарного предприятия Белтелеком. Их ежедневный труд позволяет каждому берестейцу быть на связи с миром, даже не выходя за пределы собственного дома. Уже 74 года предприятие работает на рынке телекоммуникационных услуг. И с самого начала в качестве цели взяло высокую планку – предоставление широкого спектра качественных услуг связи, доступных по цене для всех категорий пользователей. От первоначальной телефонии, радиофикации мы перешли уже к огромному спектру услуг, которые сегодня культивируются на рынке телекоммуникаций. В первую очередь, это услуги, которые базируются на основном нашем, скажем, канале дохода. Это услуги, связанные с предоставлением телефонии. Дальше это услуги интернет-доступа и услуги интерактивного телевидения под торговой маркой «Зала». Уверенное и поступательное движение в этом направлении принесло результат. Сегодня компания обеспечивает бесперебойную телефонную междугороднюю и международную связь, высокоскоростной доступ к ресурсам сети интернет, а также качественную работу телевизионных и радиовещательных каналов. Надежный и открытый по отношению к клиентам, этичный к конкурентам, внимательный к сотрудникам и честный в своих обязательствах с государством, Брестский филиал живет и развивается, стремится к достижению новых высот. Работаю в компании «Белотелеком», мне уже более 15 лет. И первая, основная моя задача, работая администратором, встретить человека радостно, приветливо, рассказать ему обо всех наших услугах, предложить все эти услуги, чтобы он ушел таким же довольным, счастливым от нас и выбрал для себя все, что ему нужно. Мне нравится моя работа, мне нравится общение с клиентами. Я помогаю клиентам при выборе услуг, чтобы они всегда оставались на связи с миром. Я работаю здесь в коллективе больше 20 лет и работаю очень комфортно. Нам сделали ремонт, вы видите, какой красивый стал у нас операционный зал, наше помещение. Мы работаем с юридическими лицами. Коллектив очень хороший, дружный, сплоченный, руководство очень хорошее. Если возникают какие-то сложные вопросы, мы обращаемся и стараемся решать все вопросы очень оперативно и быстро, чтобы наши клиенты остались очень довольны. Сегодня абонентская база Брестского филиала насчитывает более 600 тысяч телефонных номеров. Такая популярность у потребителя объясняется очень просто. Отличное качество, широкий спектр услуг и разумная цена. Узнать прогноз погоды и точное время, расписание сеансов в кинотеатре и график работы любимого кафе или магазина. Дать объявление в газету и на телевидении. С этими задачами круглосуточно помогают справиться сотрудники справочно-информационных служб филиала. Информацию о номерах телефонов можно получить по номеру 109, при неполадках номер бюро ремонта 108. Если возникли вопросы с интернетом или интерактивным телевидением, служба технической поддержки 123 также окажет консультативную помощь в любое время. Позвонив по номеру 130, вы узнаете о порядке подключения к услугам и тарифам. Регулярное проведение акций для клиентов – еще один из приятных бонусов сотрудничества именно с этим предприятием. А проводимая социальная политика позволяет воспользоваться услугами Белтелекома и людям, относящимся к наименее защищенным категориям гражданам. Телефонии – это героям Советского Союза, этом целый перечень огромный есть у нас таких граждан, которым мы представляем единовременное бесплатное подключение телефона. Допустим, ветеранам Министерства внутренних дел, юстиции тоже целый перечень граждан есть, которым мы предоставляем право первоочередного или внеочередного подключения телефона, но уже не бесплатного. Что же касается, допустим, инвалидов, то там тоже есть определенные скидки, бонусы. И в первую очередь я хочу обозначить, что для предоставления услуг интернет, для граждан, которые имеют многодетные семьи, для детей инвалидов, мы предоставляем тарифный план социальный, социальный анлим – это для работы в сети интернет. Такой подход к работе и людям приносит хороший результат уже сейчас, а целенаправленная и слаженная работа коллектива позволяет с оптимизмом и надеждой смотреть в будущее. Компания твердо стоит на ногах сегодня, и это своеобразный гарант развития завтра. Сейчас мы интенсивно переключаем абонентов с обыкновенных медных линий связи, с обыкновенных координатных станций, на оптоволоконные линии связи, на более современные цифровые станции, которые позволяют уже клиенту получить очень широкий спектр услуг. Ну, например, всем уже давно хорошо знакома услуга, как определение номера телефона, услуга «Клип». Она уже несколько лет культивируется, пользуется спросом, но предприятие, безусловно, на месте не стоит. Сейчас такие услуги у нас новые появились, как виртуальные, это «Эст» для организации предприятий, это услуга «Минский номер», это услуга «Максифон», буквально, которая будет вот-вот в августе, скажем, вы первые слышите об этой новости в августе месяце, будет услуга такая внедрена. Брестский филиал республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» – организация, работать с которой и работать в которой надежно, спокойно и комфортно. Поэтому совершенно неудивителен тот факт, что уже не первый год организация заносится на областную и республиканскую доски почета за достижение высоких показателей социально-экономического развития и экономии ресурсов. Да и разве может быть иначе на предприятии, где лозунг «На связи с миром», подразумевающий под этим самым миром в первую очередь людей, это не просто слова, а прямое руководство к действию. В решении задач самых сложных цены нет крылатым полкам, и путь преградить невозможно воздушно-десантным войскам. Для них небо и парашют – смысл жизни, а сложные военные операции – по плечу. Они гордо носят голубые береты и остаются верными профессии до последнего. Девиз «Никто, кроме нас» считают своим несколько тысяч бойцов крылатой пехоты, ведь бывших десантников не бывает. Накануне они отметили свой главный праздник – День ВДВ. Подробнее Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Для Вреста День десантников и сил специальных операций вооруженных сил – особенная дата. Ведь именно в микрорайоне Южный, в 38-й гвардейской отдельной мобильной бригаде, готовят элиту войск страны – настоящих защитников своего отечества. Поэтому 2 августа – одно из ярких торжеств воинской выучки и силы духа. За долгое время существования через такую школу мужества прошли сотни белорусов разных поколений. «Мы чтим и приумножаем эти традиции. И то, что было до нас сделано легендарными воздушными самыми войсками, сейчас только что приумножается, чтится. Мы гордимся службой. Сюда приходят здоровые, ну а далее мы с ними работаем, готовим их. И уже через полгода, даже сейчас военнослужащие, те, которые были призваны в мае месяце, они уже показывают какой-то результат и показывают свои навыки». Еще задолго до начала на площади собралось огромное количество людей – детей и взрослых, молодежи и людей постарше. И, конечно же, главные гости мероприятия – голубые береты, которые даже после военной службы с гордостью хранят честь мундира, ведь бывших десантников не бывает. Такой праздник – хороший повод встретиться, поговорить за жизнь, поделиться успехами и вспомнить былое. «Данный праздник является самым главным праздником для нас, для будущих как офицеров воздушных статных войск. В данный момент находимся в отпуске, обучаемся в Российской Федерации. Приезжаем поддержать традиции воздушных статных войск». «Сегодня день воздушных статных войск. Я пришел в бригаду, где служил, прослужил здесь. В бригаде мне приятно отмечать этот праздник каждый год. Приятно, что такой праздник есть». Голубой берет – вечный символ мужской чести, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию. За красивым действием во время праздника скрываются огромная работа, потраченные силы и желание показать, что десантные войска – это элита. Служба в воздушно-десантных войсках всегда была престижной и почетной. Она требует не только глубоких знаний и выносливости, но и самого искреннего убеждения, что защита Отечества – долг и обязанность воин. «Прежде всего, встречаемся мы, это вспомнить молодость, как мы служили. И ВДВ – это сила, ВДВ – это мужество. А что, никто кроме нас, как гласит наша, да, это наш девизм гласит, никто кроме нас. Поэтому мы приходим сюда каждый год, из года в год приходим посмотреть на молодежь и показать пример молодежи, что наше содружество десантное, вот оно есть». По уже сложившейся хорошей традиции десантники и разведчики показали лучшие образцы своего особенного армейского искусства. Это и показательные выступления Роты Почетного караула в сопровождении военного оркестра Брестской военной комендатуры и комплекса рукопашного боя, а также эпизод захват и уничтожения объекта противника. А прыжки с вертолета парашютистов подарили море положительных эмоций детям. Праздник стал ярким событием в жизни города. «Для меня это много значит. Тем более я служу в воздушно-десантных войсках, работаю. Считаю, что День десантника – это самый лучший праздник, то, что есть для десантников». Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю вооруженных сил. Их доблесть и отвага, преданность Родине навечно останутся эталоном качества настоящего воина. И сегодня голубые береты вызывают уважение и восхищение как у ветеранов, так и у молодых людей, готовящихся к службе в армии. Ветеранские организации в нашей стране довольно успешно реализуют себя. И мнение об их общественной значимости в последние годы кардинально поменялось. Они впереди планеты всей, несмотря на возраст, недуги и прочие трудности. Участие в самых различных акциях, выборах, организация встреч с учащимися школ и вузов, создание музеев. И это далеко не полный список занятий ветеранской общественности городской организации Московского района города над Бугом. 30 июля москвичи организовали и провели благотворительную акцию в санатории «Белая Вежа». Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа. Санаторий «Белая Вежа», расположенный в 30 километрах от областного центра, уже на протяжении 14 лет принимают отдыхающих со всей страны. Восстановить здоровье и набраться жизненных сил сюда ежегодно приезжают сотни ветеранов войны и труда. И уже не первый раз в рамках благотворительной акции свою концертную программу дарят отдыхающим ветераны Вреста. В этом году, богатым на памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, а также в преддверии 70-летия Великой Победы, ветеранская организация Московского района города Бреста при спонсорской поддержке директора общества с ограниченной ответственностью «Лагуна» Натальи Ильницкой в подарок санаторию привезла книги и прекрасный концерт. Сегодня мы приехали на эту замечательную землю, в этот замечательный санаторий ветеранов войны и труда с благородной миссией, благотворительной миссией. Мы привезли для библиотеки замечательные книги, которые собрали и принесли из своих личных библиотек наш ветеранский актив. Кроме того, мы сегодня уже в третий раз приезжаем с концертной программой на бесплатной основе. То есть это тоже концертная программа посвящена этой благородной миссии, благотворительный концерт. Сотни томов художественных произведений, зарубежных и отечественных классиков пополнили библиотеку санатория и стали настоящим подарком ценителям хорошей литературы. Также в рамках акции был проведен концерт вокального коллектива «Полигон», где прозвучали как давно известные песни военных лет, так и современные эстрадные хиты. Зрители принимали непосредственное участие в мероприятии, уже с первых слов начинали петь вместе с артистами, а особо быстрые и зажигательные композиции превращали сцену в танцевальную площадку. У нас хорошая программа, разнообразная. И военные темы тех лет, и современные. И я с аккордеоном пою, и под гитарой. Интересная программа. То, что привезли концерт, люди приехали, ну, все же не так близко уже, если на то пошло, не считаются со временем. То, что приехала целая группа «Полигон» с сопровождением, дает бесплатный концерт, это уже надо ценить. Потому что я сама, когда отдыхаю в санаториях или где-то бываю в домах отдыха, когда бывают концерты, я всегда хожу. Это надо ценить, это талант. Привезли прекрасный концерт, лучшие солисты города Бреста. Положительные эмоции, радости, улыбки на лицах. Главная цель акции была достигнута. Ветераны признаются, что во время таких концертов забываются проблемы и трудности, уходят недуги, они вновь возвращаются во времена своей молодости. Добрые слова в адрес организаторов выражения признательности и благодарности, а также пожелания приезжать как можно чаще – лучшая награда за труд и работу всего ветеранского актива. Ведь порой простое спасибо значит больше и ценится гораздо выше любых материальных благ. Концерт нам очень понравился, мы довольны, что вы такие веселые сегодня, бодрые. У нас поднялось настроение и мы приглашаем вас еще раз приехать к нам с концертом. Большое вам спасибо. Да, понравилось. Концерт интересный был. Спасибо большое, что вы нас не забываете, приезжаете к нам. Катюша понравилось. Все. Прошуфьеров понравилось. Это наши фронтовые песни, которые мы пели. Очень-очень хорошее спасибо ветеранам, что приехали, что порадовали людей. Все, очень хороший концерт. Спасибо. Дай Бог всем здоровья. Анастасия Трухнова, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Первые тысячники Брещины. Такое звание присвоено в этом году экипажу комбайнеров Открытого акционерного общества Комаровка Брестского района Александру Ющуку и Сергею Москалюку. В 2013-м именно они стали первыми тысячниками Брестской области. С высокими показателями аграриев поздравил глава региона Константин Сумар. Вручая грамоты, губернатор подчеркнул, что выращенный и собранный урожай – это результат неутомимого труда, земледельческого опыта и умелого хозяйствования. Ведь убирать хлеб в этом году приходится рывками. Солнечно идет работа, дождь, остановка. Потом снова вперед. Сложно так работать, но можно. И нужно. Тему продолжит наш корреспондент Кристина Лесник. Работа в поле требует большой отдачи. Экипажу комбайнеров хозяйства Комаровка Александру Ющуку и Сергею Москалюку это отчетливо известно. Они умеют трудиться на земле и она к ним благоволит. Поэтому на их взгляд результаты достигаются высокие. Экипаж и в прошлом году проявил себя с лучшей стороны, заняв первое место на уборке зерновых в Брестском районе. В этом году первым в области им удалось намолотить тысячу тонн зерна. Из 22 комбайнеров их дуэт спелся выигрыш не всех. Это подчеркнул губернатор региона Константин Сумар, приехав на поле, чтобы лично поздравить передовиков жатвы и поблагодарить за совестливое отношение к труду. В рычаг грамоты, денежные поощрения и ценные подарки глава области отметил, что на таких трудолюбцев следует равняться и всем остальным. С шести я иду обслуживать комбайн, потом с восьми, после девять, полдевят, где-то едем на поле и до полодиннадцатого. Темп динамичный? Ну да, сейчас убирали, вчера только один день стояли, что дождь пошел сильный, агроном не дал убирать, потому что влажное сильное было, зерновое. Ну я слышала, вы передовик, то есть побывали на дожинках. Да. Какие у вас на будущее планы? Ну планы первое место занять. Ребята очень стремятся к работе, тщательно ее выполняют, качественно. Помощник комбайнера никогда не сидит на месте. Он ходит за комбайном, отслеживает потери зерна. Если какие-то неполадки происходят, они очень быстро устраняют их. И видно результат на лицо. Сегодня в хозяйстве Комаровка убрано 55% площадей зерновых колоссовых, при урожайности более 47 центнеров с гектара. Заставлять людей работать не приходится. Они и сами отчетливо понимают, какая на их плечах лежит ответственность. Ведь сбор урожая в самом разгаре, и уборочная страда требует особых усилий. Правда, одного трудолюбия недостаточно. Земледельцам приходится учитывать и погодный фактор. Этот год отличился от предыдущего затяжной весной. По этой причине показатели на данный период ниже прошлогодних. Если в прошлом году к этому времени было убрано 58% урожая, то в этом только 30%. Но все еще впереди. При разумном подходе к делу достичь урожая 2012 года есть возможность. На сегодняшний день мы уже убрали 30% от зерновых колоссовых и зернобобовых культур. И уборка идет очень хорошо. Мы сейчас вышли уже примерно на 5% уборки в сутки. Это как раз те параметры, которые нам позволят в сжатые сроки убрать, конечно же, при такой погоде зерновые культуры. На равне с уборкой зерновых полностью идет уборочный конвейер. Вы видите, что на полях присутствует солома, сводится солома, идет лущение стирни. И самое главное, мы очень большую работу проводим по севопознанным культурам. Толковые механизаторы, хорошо подготовленные зерносушильные комплексы, благоприятные погодные условия, а главное, огромный труд хлеборобов и их бережное отношение к земле оправдывают результат. Всего хозяйствами Брестского региона уже намолочено около 335 тысяч тонн зерна. Среднеурожайность составляет более 32 центнеров с гектара. Показатели довольно успешные. Стоит надеяться, что Брещина на республиканских дожинках будет вновь в числе лидеров. У каждого из нас есть таланты. Возможно, о некоторых из них мы просто не знаем и даже не пытались их развить. Тем не менее, они есть. Кто-то пишет картины, кто-то сочиняет романы или стихи, кто-то изобретает или доказывает теоремы. Герой нашего следующего сюжета – наш земляк, актер, пародист, композитор и певец, продюсер и шоумен Георгий Волчик. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Георгий тому – прямое доказательство. Он популярен, успешен, у него много друзей. А самое главное – он занятой человек, каждый день расписан по минутам. Сегодня Минск, завтра Москва, эстрадные выступления, концерты, спектакли. Но при всей своей занятости он нашел время встретиться с нашей съемочной группой и рассказать о себе и о творчестве в представлении Георгия Волчика. Место встречи улицы Советская – так определил герой. Наша съемочная группа пришла заранее. Точность и пунктуальность – одни из основных качеств Георгия Волчика, поэтому ждать не пришлось. При встрече шутят. Точность – вежливость королей. Он, конечно, не король, но популярный, любимый многими белорусами, артист театра и кино – пародист. Сегодня к этим регалиям можно добавить звание композитора-исполнителя шансона. Все это он – наш земляк-брещанин Георгий Волчик. Именно в Бресте и началась карьера артиста. Служил в театре, был успешен и узнаваем, но армия на время остановила карьеру. После армии я уже поступил сразу же в театральный институт Минский на курс Бутакова Александра Ивановича и закончил его с дипломом артист драматического театра и кино. То есть у меня образование, можно сказать, полное. То есть артист, который я на данный момент могу сказать, вот в данный момент, в этом веке, наверное, а может даже и в прошлом, у американцев это уже давно, артист, который умеет все. То есть я играю и на фону, и на гармошке, и на аккордеоне, и на гитаре. Я и пою, я и пишу. У американцев это называется человек-оркестр. Ну да, шоумен. Живой, открытый, откровенный, искренний, искрометный. Кажется, что шутки и остроты из него так и рвутся. Такой человек, как Жора, именно так он себя величает. Сам имеет право носить имя шоумена. Наш дружеский разговор прерывался довольно часто, поскольку на том же месте в то же время Георгий договорился о встрече с приятелями. Дескатья, они пусть слово молвят обо мне, любимом, молвили и ни слова. Поскольку среди качеств Георгия самое главное – это умение дружить, отдавать себя друзьям целиком. И нет у него звездной болезни, нет снобизма. Хотя за 30 лет на эстраде и в жизни были разочарования, и предавали не раз, а тело шелуха. Остались лишь проверенные друзья. Я знаю. Ну а кто? Я-то не знаю. Можно знать всем. Ну а кто я, расскажу. Жора. А тебе нравится такой артист, как я? Да. А почему тебе нравится такой артист? Потому что он хороший и благополучный. Устами младенца благополучный – это такое слово, интересно подобрано. Ну, ведь Жора на самом деле человек очень интересный, и невозможно двумя словами описать его. Он действительно человек широкой души, и очень-очень приятный в общении, и очень-очень добрый, очень добрый человек. Я думаю, что в слово «благополучный» можно вложить те качества Жорины. Простота. Такое всеобъемлющее. Дело в том, что он человек простой, и он дарит простоту, дарит общение людям. А это главное. Рядом с ним человек подзаряжается какой-то такой интересной энергией. И после общения, понимаете, нет тяжести, а есть просто спокойствие. За чашкой кофе в кафе разговор друзей, в котором поучаствовали и мы, заладился. Вспоминали самые интересные моменты из жизни, и творчества, и про любовь. Поговорили. Кстати, Георгий завидный холостяк. Половинку свою пока еще не нашел. Но все еще впереди. Уверен, что это будет Брещанка. Поскольку только в Бресте живут самые красивые дамы. Красивее. Сейчас вот эти делают города-дожинки. Вот Бресту дожинок даже делать не надо, потому что здесь все красиво. Потому что делают дожинки, я так вижу, чтобы город вытащить сразу. Вот делают там. А Брест, он сам оккультурованный город до такой степени. Потому что здесь три, я называю, гремущих смеси. Украина западная, Польша и западная Белоруссия. Вот эти вот три смеси, самые красивые женщины, девушки. Про Бреста хочу песню написать тоже в легком жанре. И в таком, чтобы она была любима. Понимаете, ну я понимаю, что нужно писать песни там. Поют там. Разима, моя дорогая, это песни там. Вот Беларусь такой. Хочется легкое такое. Действительно, чтобы человек спел ее и запевал. Потому что у нас красивый Брест, красивые люди. Человек настолько позитивный, настолько открытый. Веет каким-то просто аурой какого-то юмора постоянно. Когда общаешься, шутит, играет. Мне, конечно, такое ощущение, что у Жоры творческий процесс не останавливается ни на минуту, все время. Понимаете? И поэтому с ним как-то приятно, весело. Позитивная такая атмосфера вокруг него. И очень приятно просто пообщаться. В этом году Георгий Волчек отпраздновал свой золотой юбилей. Гордится тем, что из полутора десятков более 30 лет на сцене. На творческий вечер собрались самые-самые. Имеются в виду и зрители, и коллеги по цеху. Ирина Афанасьева, Искуя Болян, Леонид Ярмольник. Учителя и руководители Александра Тихановича, Ядвига Поплавская и многие другие. С которыми связывает и дружба, и работа, и жизнь. На эстраде выступают самых различных амплуа. Певец, актер, парадист, шансанье. В копилке достижения успехов, награды на международных конкурсах, кубок Аркадия Райкина. Его учили мастерству такие популярные артисты, как Олег Ефремов и Андрей Миронов. Талантлив. Поэтому и получается многое. Сейчас, когда я стал писать шансон такой элитный, золотой. То есть у меня блатного шансона нет. Вообще шансон – это музыка сердца души. Это францовый шансон. Это Жудо Сен, это Азнаур, это Франк Синатра, это Туто Катунио. Это вот шансон. Это Мире Матье. И вот я пишу такой шансон. Вот Ирина Борисовна в свое время морик мне привила гармонию. То есть я даже где-то отжазиваю его. То есть джазовые вариации. Музыка простая, но она за душу берет. Если я пою про маму, значит это про маму. Если письмо отца к сыну, значит если брат про брата. А если про какой-нибудь веселый, про Шанхай, я там написал, был в Китае про Шанхай. То есть это Шанхай, но это все такое ближе к джазу. Это музыка такая, которая вот людям сейчас нравится. Послушал, запомнил и сказал, о да, это класс. Шпаги-то вот, как вон бокала, пиздец во мне, ласкаля словок. Шпага многим доказала, шпага многим доказала, что такое, братья-бук. Шит, 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 вы все новенького. Шит, шит, кто на новенького, кто на новенького. Ну, кто на новенького. За талантом Георгия Волчика лежат обычные слова. Дисциплина, любовь, удача, но прежде всего выносливость. Считает, что существует особый источник вдохновения и молодости. Это ваш ум, ваши таланты, ваше творчество, которое человек привносит в свою жизнь и в жизнь людей, которых любит. Моя цель концерта такая, что, чтобы он встал и, уходя с концерта, сказал, я так не могу. Знаете, бывает, там концерт кто-то попел, говорит, да что он там показывал. Да я тоже так могу, да. А вот когда он выходит после концерта, такой, нифига себе. Слушай, так он и там и поет, он же там и склепку делает как-то, нифига. А он и говорит, он и пародист, а он и тот. Вот, вот это вот, когда вышел после концерта, и люди приходят и говорят, большое вам спасибо. Ты умозишь с тобою последние капельки лета, и промозглой зимой в Петербурге не будешь согрета. Ищите, пытайтесь и пробуйте. Кто знает, может быть, следующее дело, за которое вы возьметесь, и будет делом всей вашей жизни, вашей страстью и вашим талантом. Это совет Георгия Волчика всем брещанам. Он не прощается, он говорит лишь до свидания. Желаю брещанам оставаться такими же самыми трудолюбимыми, трудоспособными. Самыми такими красивыми. Я горжусь тем, что я родом из Бреста. Я горжусь тем, что я здесь вырос, здесь закончил школу, здесь закончил училище. Здесь у меня было такое юношество, здесь я стал артистом. Я горжусь, что здесь у меня родственники, здесь мои друзья. Я горжусь, что у меня здесь, я не знаю, все корни. Лариса Осмолович, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Букинформ. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале БукТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Анастасия Трухнова, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье 4 августа территория нашей страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплом воздухе. На Брещене в этот день будет солнечно и жарко, обойдется преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 14-16 градусов и до 26 тепла днем. Ветер северный умеренный ночью переменится на западный днем. В понедельник 5 августа ночью в поле повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Днем смещающийся с западной Европы малоактивный фронтальный раздел обусловит в Брестском регионе кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер неустойчивый и умеренный, температура воздуха минимальная ночью плюс 17-19, максимальная днем 20-22 градуса. Субтитры создавал DimaTorzok